Здравствуйте! Это «Итоги недели». Говорим о главном за минувшие 7 дней. И вот о чем расскажем сегодня. Планета СПБГУ. Первый не только по дате рождения, как отметили в Петербурге 300-летие старейшего вуза страны. Три столетия открытий. Юбилей Российской Академии Наук. Как строятся орбиты мирового прогресса? У порога каких открытий стоят ученые? И почему старинный особняк на университетской набережной 5 называют домом петербургской науки? Мегаполис комфортный для жизни. Как создаются общественные пространства? Сколько их в Петербурге сейчас? И сколько еще будет? И как они меняют не только досуг гаража, но и облик северной столицы? Осторожно, карманники. Где промышляют ловкачи сейчас? Зачем охотятся? И почему только ловкости рук им уже недостаточно? Пять вечеров драматурга Александра Володина. Юбилейный 20-й фестиваль. О чем сегодня говорят со сцены с той самой володинской интонацией. Всероссийский центр изучения общественного мнения представил первые электоральные рейтинги кандидатов в президенты России, а также данные о декларируемой явке. Согласно исследованию, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян. Электоральные показатели кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, выглядят так. Владислав Дованков от партии «Новые люди» 5%, Николай Харитонов от КПРФ 4%, Леонид Слуцкий от ЛДПР 4%. Декларируемая явка на предстоящих президентских выборах на начало февраля составляет 76%. Напомню, президентские выборы в России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня – 15, 16 и 17 марта. Новый туристический кластер «Горская» обеспечит северной столицей 7 тысяч рабочих мест. Проект федерального значения в пятницу его обсуждали в Петербурге на совещании с участием зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко. Вице-премьер поручил Минэкономразвития оказывать проекту всестороннюю поддержку. Петербург со своей стороны должен обеспечить создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Новый кластер «Горская» – часть масштабного проекта «Пять морей» по созданию курортов, который разрабатывается по поручению президента. Как рассказал губернатор Александр Беглов, в «Горской» появятся спортивные объекты, гостиницы, рекреационные пространства. Также там построят самую большую в Европе гавань для стоянки яхты-катеров. Еще один масштабный проект, который также находится в поле зрения федерального центра «Гостройнадзор» на этой неделе выдал разрешение на строительство Большого Смоленского моста. Новая разводная переправа появится между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Ее появление ждут не меньше миллиона человек, жители близлежащих районов. Как подчеркнул губернатор, мост значительно улучшит городскую инфраструктуру. На этой неделе в повестке губернатора были вопросы, которые касаются конкретных граждан. Александр Беглов провел личный прием, с чем приходили к нему петербуржцы и какие решения были приняты. Об этом подробно прямо сейчас и далее о других событиях с участием главы города. В материале Евгения Борисова. Открыть хоккейную коробку на стадионе Московский, оборудовать библиотеку имени Ольги Бергольц с современными мультимедийными средствами, установить интерактивный стол для занятий с логопедом, психологом и педагогом в Центре реабилитации инвалидов Центрального района. С такими просьбами обратились жители города к губернатору Санкт-Петербурга на личном приеме граждан, проведенном по поручению президента Владимира Путина. Петербурженка Елена Новик отметила, что лифт гериатрического центра на набережной реки Фонтанки отслужил свой срок и требует замены. Александр Беглов в ответ предложил немедлить с ремонтом. До первого сентября все работы были выполнены, не нарушая работы непосредственно самого лечебного учреждения. Потому что важно, чтобы не разворотились, ничего надо сделать аккуратненько, хорошо, предупредить всех, что будет за ним. Обратились петербуржцы с просьбой установки светофора на пересечении проспекта Науки и улицы Академика Константинова. Рядом с перекрестком пять детских садов и три школы. Все просьбы жителей городоначальник выслушал и дал поручение незамедлительно приступить к работе. На завершающем этапе и большая работа по сокращению дефицита социальных объектов. Она началась в 2019 году по поручению губернатора. За это время в городе построено 387 соцобъектов, из которых 308 – это школы, детские сады, поликлиники и офисы врачей общей практики. За этот год дефицит будет устранен полностью. А уже с 2025-го город перейдет в плановый режим строительства. В ближайшие четыре года в Санкт-Петербурге появится еще 120 детских садов, 89 школ, 45 поликлиник и 21 пожарное депо. Одной из тем рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства стало благоустройство города. Как отметил городначальник, важным направлением является и освещение Петербурга. Активно выполняется программа по замене старых натриевых уличных светильников на новые светодиодные и экономичные. На этой неделе по-новому засияла пешеходная зона вдоль гостиного двора. Заменили лампы и на благодатные улицы. А фасады зданий на итальянской улице и площади искусств украсила новая художественная подсветка. На данной встрече, которая прошла с президентом, он особо спросил по заменам освещения. И хотел бы отметить, что мы массово заменяем натриевые светильники на светодиодные не только на улицах, но и в общественных пространствах. На Христовском проспекте первых студентов приняла новая учебная площадка медицинского колледжа номер один. Теперь учебное заведение сможет увеличить ежегодный прием будущих фельдшеров и медсестер на 200 человек. Также в этом году планируется открыть еще одно направление – акушерское дело. Губернатор Северной столицы передал колледжу сертификат на приобретение роботосимулятора для отработки навыков родовспоможения. Город заинтересован, чтобы у нас как можно было больше медицинских работников, профессионалов. У нас хорошая медицина в городе, одна из лучших в стране. Поэтому я хочу вас поздравить с новой площадки колледжа, пожелать вам успехов, удачи, хорошей учебы. Мы на вас надеемся. Одним из значимых событий этой недели стал День памяти Ксении Петербургской. Праздничное богослужение состоялось в храме Смоленской иконы Божьей Матери на Васильевском острове вместе с петербуржцами. В нем принял участие и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Возглавил литургию митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии. Никакие бы невзгоды ни пали на наш город, на наших горожан, она всегда была рядом с нами. И сейчас она тоже рядом с нами, слышит наши просьбы, слышит наши молитвы и защищает наш город, наши семьи. В этот особенный день для петербуржцев 6 февраля ранним утром на Смоленское кладбище пришло больше тысячи горожан. Евгений Борисов, Дмитрий Недодаев. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Неделя под знаком юбилея старейшего вуза страны. 300 лет Санкт-Петербургскому государственному университету. Первый в России. Не только по дате своего рождения. Альма-Матер великих ученых, исследователей, первооткрывателей, выдающихся творцов, писателей, музыкантов, художников, ярких политиков и общественных деятелей. Университет, который утвердил основы отечественного академического образования. Поставил высочайшую планку, которой соответствует и по сей день. Этот юбилей без преувеличения знаковая для всей страны дата. Выпускники СПБГУ и их достижения – это достояние всего отечества. Но в Петербурге этот праздник отмечают с особым чувством и особым размахом. Праздничными флагами украшен дворцовый мост. 8 февраля, в день рождения вуза и в день российской науки, зажглись огни на растральных колоннах. И прогремел полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости. Сегодня СПБГУ – это мощный образовательный и исследовательский центр мирового уровня. 24 факультета, 500 образовательных направлений, больше полусотни собственных научных лабораторий. Здесь обучается больше 20 тысяч студентов из разных стран. Конкурс в главный Петербургский университет – не меньше 20 человек на место. Это яркий показатель популярности и востребованности вуза. Губернатор объявил 2024 годом Санкт-Петербургского университета. В своем поздравлении Александр Беглов назвал СПБГУ символом нашего города, российской науки и образования. Сегодня под руководством выпускника Санкт-Петербургского университета, президента Владимира Владимировича Путина, Россия уверенно проходит сквозь эпоху перемен, становится лидером глобальных изменений мировой политики. Санкт-Петербургский университет – это не только великая история, это современный, устремленный в будущее научно-образовательный центр. Университет высокого полета. Метафора, воплощенная в реальности. Сухой Суперджет-100 теперь взмоет в небо с логотипом СПБГУ. Авиакомпания «Россия» украсила борт в честь юбилейной даты. Получить такой подарок в этот день, сегодня первый день, начало 400-летней истории Санкт-Петербургского университета. Мы открыли сегодня новое. Мы двигаемся к следующей дате 400 лет. Ну что ж, выше только звезды. Впрочем, и среди них есть небесное тело с именем прославленного университета. Малая планета под названием «Альма-Матер-1724». Где-то в нашей галактике. На все времена. Ну и если продолжить цепочку космических метафор, то в центре звездной карты отечественной науки стоит, конечно, Российская Академия наук и три столетия ее существования. 8 февраля 1724 года по указу Петра I была учреждена Академия наук и художеств. В день 300-летия РАН о значении фундаментальных исследований говорил президент. Без них, подчеркнул Владимир Путин, невозможно достигнуть национальных целей развития, а это безопасность, технологический суверенитет и качество жизни людей. На науку в ближайшие три года государство потратит свыше полутора триллионов рублей. Знания в каких научных областях сегодня наиболее востребованы. Как фундаментальная наука двигает практику и строит наше общее будущее, насколько десятилетий вперед. На пороге каких открытий стоят ученые. И почему таким важным для петербургских ученых стало возвращение в свое историческое здание, в свой научный дом на университетской набережной 5. Обозреватель итогов Светлана Бахчеванжи поговорила об этом с главным ученым-секретарем Санкт-Петербургского отделения Российской Академии Наук, членом-корреспондентом РАН, профессором Виталием Сергеевым. Виталий Владимирович, скажите, каково Российской Академии Наук вернуться домой, так сказать, в свою колыбель, откуда, собственно, наука и выросла? На самом деле, конечно, возвращение домой – это всегда большое событие. И тем более, когда мы понимаем, что наука тесно связана с традициями, важна преемственность, и мы оказываемся в том доме, где создавалась наука всей Российской империи. Это наше начало. Понимаете, наука на самом деле – это и лицо государства, и лицо города. И мы понимаем, что на самом деле такая концентрация ученых и знаний в Санкт-Петербурге, что нам необходимо для того, чтобы транслировать на федеральную повестку позиции города. И именно отделение сможет помочь в формировании того образа. В отделении будет сконцентрирована вся наука Санкт-Петербурга, а это более 2,5 тысяч научных тем и разработок. И все это будет информация, все будет здесь. Это позволит нам составлять планирование, это позволит нам развивать город и науку уже более системно, на новом уровне, составляя интеграционные цепочки. А это то самое масштабное мазичное панно Ломоносова, правильно я поняла? Да, это панно Ломоносова, и здесь мы видим как раз симбиоз науки и творчества. Потому что Ломоносов изначально занимался технологией воссоздания смальты, но при этом увлекся процессом и создал уже как художественное произведение. Со своими учениками он сам выкладывал вот это вот панно. А если говорить про симбиоз теории и практики, как мы знаем, Ломоносов такой человек, фундамент, глыба для российской науки, но он занимался и теорией, и у него был такой широкий живой интерес к практике. Вот как сейчас обстоят дела с фундаментальной наукой, если вот можно привести какой-нибудь пример? Да, конечно, мы понимаем, что, например, ситуация с ковидом, с которой мы столкнулись, ведь достаточно быстро были использованы фундаментальные исследования и наработки в медицинских науках для того, чтобы создать эту вакцину. И без науки это было бы невозможно. Виталий Владимирович, а какие вызовы сегодня стоят перед наукой и каково участие петербургских ученых в решении этих вопросов? Ну, представьте себе, сейчас государство стоит перед решением очень важных задач. Нам необходимо обеспечить технологический суверенитет. А это все, это медицина, это создание новых препаратов, это создание новых изделий, это цифровой мир, в котором сейчас активно работает наука. А это кабинет Жерес Ивановича Алферова, в котором он работал много лет. Здесь его портрет мы видим. Кстати, Жерес Иванович очень много сделал для создания Петербургского отделения Академии наук. Это была его мечта и цель жизни. То есть, неужели прямо вот здесь, за этим рабочим столом, грубо говоря, он и ратовал за создание отделения? Да, именно здесь шло обсуждение. Присаживайте, пожалуйста. Ой, какие мягкие кресла, прям чуть не провалилось. Но если вот продолжить про труды Жереса Алферова, ведь он свои труды в области физики проводников начинал еще в 70-х годах. И вот благодаря этим исследованиям мы сегодня пользуемся элементарно телефоном, оптоволокном. И это были исследования на десятилетия вперед. Вот сегодня современные ученые, они тоже так же далеко смотрят в горизонт. Конечно, мы можем в качестве примера привести имперкламповые технологии, которыми сейчас много занимаются. Это технологии будущего. Я уверен, что это тоже поменяет мир. Искусственный интеллект, новые материалы, создание аддитивных технологий. За всеми ними стоит большая наука, и это в какой-то момент становится прорывными вещами. Только сейчас это становится намного быстрее. Связь науки и государства, она прослеживалась во все времена. Вот как сейчас? Чувствует ли наука поддержку государства? Да, действительно, это очень важно, чтобы между государством и наукой формировались постоянные связи. Мы огромное количество проектов и задач, которые формировались в нашем понимании, как государственный заказ, было реализовано за счет науки. Как пример, там, атомный проект или план Гойл-Ро, когда нам нужно было максимально быстро идентифицировать страну. А сейчас какой госзаказ? А сейчас у нас идет госзаказ в виде мегапроектов, которые формируются на уровне государства и решаются уже силами ученых, исследователей, инженеров. И мы, как петербургское отделение, понимаем нашу роль и значимость участия в этом процессе. Нам очень важно, чтобы наши ученые были лидерами. Важно, чтобы они смогли не просто заниматься фундаментальными исследованиями, а чтобы эти исследования дальше уже превращались в те продукты, результаты, которые мы могли бы пользоваться каждый день. У нас, кстати говоря, очень сильная система образования в России, очень сильная фундаментальная наука, и мы можем за счет вот этих вот заделов и наших умов именно создавать и обеспечить государству и нашей стране и технологическую независимость, и экономический рост. И все в наших руках. По-моему, это самая такая идеальная логическая точка нашего разговора. Спасибо вам большое, было очень интересно. Спасибо, успехов нам всем. Городской комфорт. В последнее время это понятие в Петербурге неразрывно связано с организацией новых общественных пространств. В этом году преобразится больше полусотни городских территорий. О планах рассказал губернатор на этой неделе. Александр Беглов напомнил, что работа ведется в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды и региональной программы». Появление хорошо оборудованных мест для отдыха, а часть новой хозяйственной логистики просто поставить скамейки в парке уже недостаточно. Публичные зоны продумываются с учетом интересов всех пользователей. Где-то уклон на спорт, где-то на семейное времяпрепровождение, познавательный отдых, как, например, в новой общественной зоне на набережной реки Лапки, это рядом с Ржевским лесопарком. Там организовали орнитологические экскурсии для всех желающих. Востребованы такие места и зимой, и летом. Они украшают наш город и меняют наш досуг. Виктория Демина расскажет, как именно. Даже зимой общественные пространства северной столицы – любимые места отдыха горожан. Больше 220 новых площадок появилось в Петербурге за последние пять лет. Набережные города на Неве, его визитная карточка, стали одними из ключевых точек притяжения – удобными и безопасными. Наш город, он вообще уникальный. 150 километров набережных. То есть это вообще удивительный у нас город. И, конечно, не учитывать воду мы не можем. Один из главных проектов в историческом центре набережной Карповки в этом году начнется уже пятый этап ее благоустройства. Но и береговые линии в спальных районах сегодня не уступают по комфорту. Формирование облика и благоустройство береговой линии – это как раз поручение губернатора, когда было предложено не только сделать отдельно парки и сады комфортными, но и благоустроить пустыри, брошенные территории, привести в порядок береговые линии, так как у нас на сегодняшний день очень большой периметр и береговых линий, не только вдоль залива, но и рек и каналов. Суздальские озера – популярнейшие водоемы у жителей северных районов. Еще совсем недавно из элементов благоустройства здесь была разве что покосившаяся урна. Теперь это полноценный городской пляж с детской площадкой и спортивной зоной, лежаками и раздевалками. Была обращена тропогенная нагрузка на вот эти берега. Специально сделали такое укрепление за счет многолетних кустарников, цветов, которые здесь поддерживают склоны. Вы сейчас можете увидеть даже в такую погоду их такую красивую графику. В этом году начнутся работы и на пляжах курортного района – Ласковом, Дюнах и Северном. Малые архитектурные формы, места для солнечных ванн и тренировок станут частью естественного ландшафта. Вернуть природу в каменные джунгли и сделать это органично – одна из амбициозных задач петербургского благоустройства. Неотъемлемый этап в преображении любого нового общественного пространства – озеленение. При благоустройстве сквера Райцштрейс жители попросили сохранить зеленые насаждения. Пожелания учли. Кроме того, дополнительно высадили несколько сотен деревьев и кустарников. Ну а образы из мира флоры и фауны использовали для оформления зон отдыха и детских площадок. Благодаря инициативе горожан преобразилась и береговая зона Финского залива в Стрельне. Жители просили обустроить место для пикников. Территорию изучили и спроектировали первую в городе официальную площадку для барбекю. Насколько изменился запрос жителей к тому, что происходит у нас в городе, на улицах. Те же бабушки, которые раньше хотели посетить на скамеечках, сейчас нет. У нас сейчас активное долголетие. Поэтому они хотят ходить с палками. Им нужны оборудованные тропы, правильное покрытие. Те же молодежь, которая раньше где-то занималась своими делами, сейчас для них спортивные площадки, скейт-площадки. Светлана Розанова живет в московском районе рядом с парком авиаторов почти всю жизнь. И прекрасно помнит, как на месте разрушенного в годы войны аэродрома в 60-х начали разбивать сад. Сегодня ежедневные прогулки для нее обязательный пункт в распорядке дня. Парк этот был такой запущенный, заросший. Даже страшно ходить было вечерами. А сейчас просто замечательно сделали. Все, во-первых, расчистили дорожки, все так благоустроили, скамеечки. Ну, в общем, мы очень довольны. В прошлом году парк впервые привели в порядок, превратив зеленую зону в удобное пространство для отдыха. В парке появились современные системы освещения и видеонаблюдения. Бесплатный Wi-Fi, удобные скамейки и благоустроенный спуск к воде. Готовится к преображению и самый любимый парк жителей Калининского района. Моринские территории площадью 33 гектара. Сохраняем все пешеходные маршруты и, конечно же, безусловно, мы применяем все необходимые требования для маломобильных групп населения. А еще самая главная особенность, наверное, по Моринскому плану – это большой дендроплан по высадке зеленых насаждений. Планируется посадка более 3,5 тысяч кустарников, более полутора тысяч деревьев. В этом году в Моринском парке завершат второй этап благоустройства. По обращению жителей в проект включили сразу 4 спортивные и 4 больших детских площадки. Если мы говорим о 2023 году, там по плану, насколько я помню, было всего 10 таких общественных пространств, а город сумел сделать 72 таких общественных пространств. Хотя вы сами понимаете, что это, в общем-то, очень серьезные капитальные вложения, но наш город находит такие возможности, и это, безусловно, радует. Сейчас в Петербурге ставят новую задачу – не просто привести в порядок отдельные зеленые зоны и создать новые, а, говоря на языке специалистов, синхронизировать набережные, скверы и даже дворовые территории. Природный рекреационный каркас города, который является, собственно, целью улучшения качества жизни в Петербурге, и его задача, конечно, объединить те, как мы видим, зеленые точки на карте, где больше, где меньше. Вот в такие единые линии, которые могут стать пешеходными, по которым можно пройтись из одной части города в другую, не пересекаясь с транспортом. Подобные работы уже начались в линейном парке на Васильевском острове. Здесь зеленая зона станет продолжением набережной, охватывая паутины и пространство соседних домов. Виктория Демина, Игорь Мигулин, Егор Орлов, Петр Калядин, Юлия Копралова. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Теперь о других темах. Чем еще запомнится уходящая неделя короткой строкой в нашем обзоре. В центральном районе Петербурга открылась новая зарядная станция для электрокаров. Первая построенная на средства инвесторов. Электромобильный хаб рассчитан на 10 машин и расположен в районе жилой застройки на Кременчугской улице. На быструю зарядку одного транспортного средства в среднем уходит до полутора часов. Станция работает круглосуточно. В тестовый период владельцы заряжают свои электрокары бесплатно. Сейчас в Петербурге зарегистрировано более 2,5 тысяч электромобилей. Ремонт трамвайных путей в центре Петербурга внес коррективы в транспортную логистику. До 15 марта из-за работ полностью закрыто движение по Садовой улице. От набережной реки Мойки до Инженерной. А на Миллионной улице от Лебяжьей канавки до Суворовской площади трафик ограничен. Объехать закрытый участок можно по набережной канала Грибоедова, а также по набережной реки Фонтанки. Новая уборочная техника выйдет на взлетно-посадочные полосы Пулково. Автопарк воздушной гавани пополнила машина отечественного производства. Уборочного гиганта сделали в Колпино. Он спроектирован специально под климатические условия Петербурга. И технически соответствует европейским аналогам. Машина оснащена 9-метровым отвалом, который убирает снег 6-метровой щеткой и мощным двигателем, который сдувает все остатки осадков. В Шереметьевском дворце начинается реставрация. Ордер на работы выдала Государственная административно-техническая инспекция. Строители обновят галерейный флигель, помещение перед парадным входом в главный зал. Будут отремонтированы усиленные балки перекрытий, отреставрированы штукатурная отделка и лепной декор. Памятник поэту Николаю Гумилеву будет установлен в Кронштадте. Решение принял Городостроительный совет. Конкурс на лучший проект был проведен в 2021 году. Из 30 представленных вариантов была выбрана работа Екатерины Пильниковой. Эксперты посчитали, что памятник из гранита и бронзы корректно впишется в пространство бульвара, который расположен вдоль улицы Комсомола. А масштаб композиции соответствует окружающей застройке и элементам благоустройства. Троицкий мост украсила яркая красная подсветка в честь Китайского Нового Года. Это давняя традиция в Петербурге. В этом году ее посвятили 75-летию установления российско-китайских дипломатических отношений и перекрестным годам двух стран. Праздничная иллюминация из тысячи светильников будет работать до 24 февраля. Неравнодушные петербуржцы помогли обрести дом уткам, которые обитают в Уткиной заводе. Девять деревянных домиков построили прямо на берегу реки. В каждом жилище смогут разместиться как минимум пара пернатых. В таких квартирах утки смогут укрыться от непогоды. В соцсетях многие петербуржцы высказали желание построить аналогичные жилища и в других местах. Сейчас история уникального спасения, невероятной воли к жизни и профессионализма медиков. Герой нашего репортажа пока не может оценить всего того, что с ним произошло. Год назад мальчик Эдгар решил появиться на свет рано. Слишком рано. Невероятные испытания для родителей. А для врачей, конечно, профессиональный вызов и при этом часть их повседневного труда. Малыша выходили. Счастье конкретной семьи в масштабах города лучше представляется в цифрах. За последние семь лет показатель младенческой смертности снизился в два раза. Неонатологи северной столицы помогают малышам с экстремально низкой массой тела. Чтобы понять, как это важно и что это значит для конкретных людей, надо, конечно, познакомиться с Эдгаром и его родителями. Мария Марченко так и сделала. Сегодня трудно поверить, что когда родился, Эдгар помещался на ладони в буквальном смысле. Мальчик появился на свет гораздо раньше срока, в пять с половиной месяцев и весил всего 320 граммов. Мария навсегда запомнила момент, когда врачи разрешили ей впервые взять сына на руки, когда его жизни уже ничего не угрожало. Как-то страшненько было, что ли, как-то дотрагиваться даже до него. Ощущение родительства пришло, вот так бы я сказала. До этого это было как-то непонятно, то ли есть ребенок, то ли нет. Я же его и не видела, собственно говоря, ну, вживую. Первую помощь мальчику оказали в родильном доме в Кронштадте, а на следующий день доставили в детскую больницу на Авангардный. Там работает единственное в своем роде отделение реанимации, где выхаживают младенцев с экстремально низкой массой тела. Мы хотели, чтобы он поправился. У нас просто желание было такое, чтобы по нему было видно, что он хочет жить. Мы старались ему в этом помочь. Первые месяцы жизни малыш провел в Кувезе. Мария и Александр наблюдали за тем, как сын медленно растет и набирает вес только по видео и фото, которые присылали врачи. За невероятную волю к жизни назвали мальчика Эдгаром. В переводе с древнеанглийского это «удачливый воин». Все от него зависит. Тут он характер, боец, просто сильный, очень сильный. Да и физически он на самом деле сильный. У него сильное тело, прямо чувствуется, что можно будет на спорт отдавать. Случай Эдгара уникальный не только для нашего города, но и в масштабах всей страны. Еще никогда врачам не удавалось вырастить недоношенного ребенка с настолько низкой массой тела. Это самый маленький ребенок в Российской Федерации. Это, конечно, огромное достижение, огромное счастье, что ребенок, безусловно, он отстает от своих сверстников. И так и должно быть. Но он движется, развивается. Это требует, конечно, колоссальных усилий со стороны родителей. И родители огромные молодцы. Первый день рождения Эдгара отметят в узком семейном кругу. Родители обязательно пожелают малышу догнать в развитии сверстников. В том, что все получится, они уверены. Ведь Эдгар – настоящий боец. Мария Марченко, Михаил Кацман, Павел Чащин, Нарина Степанянц, Оксана Бушмелева. Итоги недели. Телеканал «Санкт-Петербург». Следственный комитет на этой неделе выступил с жестким предупреждением к поджигателям автопокрышек. По городу прокатилась серия таких преступлений. За решеткой уже 18 человек, 8 из них несовершеннолетние. Один из последних эпизодов поджег в одном из домов на Будапештской улице 4 февраля. В результате пожилая семейная пара оказалась в больнице с тяжелым отравлением угарным газом. Если раньше такие правонарушения квалифицировали как умышленное повреждение имущества, то сейчас статья будет совершенно иной. Все лица, которые совершат поджоги в жилых домах в Санкт-Петербурге, все такие лица будут в кратчайшие сроки найдены, изоблечены. Им будет предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство вообще опасным способом группы или с предварительным сговором. А это особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного лишения свободы. Все эпизоды с поджогами похожи как под копирку. Следствие установило, что с конца декабря в интернете стали появляться так называемые «заказы» на поджог шину входных дверей квартир. Вознаграждение исполнителям от 500 до 1000 долларов. Костры они устраивали по конкретно названному заказчиками адресу. Использовали бензин. В настоящее время ведется поиск всех причастных к данным преступлениям. Городские камеры видеонаблюдения помогли на этой неделе полицейским задержать специалиста по айфонам. Карманника, который выудил дорогостоящие телефоны у нескольких неосмотрительных граждан. Такие ловкачи все еще промышляют в многолюдных местах. Хотя, казалось бы, какой навар можно получить от запароленных гаджетов с геомаячками? Или кошельков, в которых уже почти никто не носит наличку? Тем не менее, криминальная профессия карманника не вышла в тираж. Скорее, она усложнилась. Ловкость рук, конечно, все так же на первом месте. Но теперь щипачам нужны еще и навыки быстрого доступа к вашим личным данным. Ну а там, как говорится, дорога открыта и к банковским приложениям, и к госуслугам. В общем, нам с вами надо не только уметь держать все свое при себе, но еще и быстро действовать в случае, если все-таки обворовали. Александр Буренин вооружит нужными знаниями. Очень важно понимать разницу. Кража – это незаметная операция без физического воздействия на человека. Даже сотрудники правоохранительных органов называют это дело, пусть преступным, но искусством. А ну, стой! Стой! Стой, тебе говорят! А мы? Не дергайся, ты взят. Гражданочка, проверьте, пожалуйста. Супочку, проверьте. Хрестоматийный рецидивист кирпич работал один – это верхмастерство. Чаще крадут в парах. В наше время каждый человек мыслями в себе по сторонам смотрит редко. Ну а дальше ловкость рук. Как рассказывают эксперты, карманники очень внимательно выбирают себе жертву. Есть такой закон о человеческом внимании. Если у вас три каких-то предмета, ну, условно говоря, телефон, бутылочка воды, пакет, то следить за четвертым вы уже не сможете. И тогда достаточно вас просто немножко отвлечь или подтолкнуть. И можно не заметить, как чужая рука окажется в кармане, ну или в той же сумочке. На этой неделе в Центральном районе задержали карманника, который работал исключительно по дорогим телефонам. Это, казалось бы, бесполезное дело. Ведь гаджет, скорее всего, будет заблокированный. Перепродать краденое сложно. На самом деле нет. Они очень быстро, а, могут быть зачищены и перепроданы в дальнейшем, либо они могут быть использованы для взлома социальных аккаунтов и банковских клиентов человека. Есть варианты сбросить пароль, есть варианты взломать пароль. При этом многие, как бы это ни показалось странным, даже в наше время на телефонах пароли не используют. Считая, что двухфакторная аутентификация или, проще говоря, повторное подтверждение входа в приложение решает все проблемы. До 2022 года у преступников было вообще раздолье. Отключение от международной платежной системы слегка прикрыло окно возможностей. Но они остаются. То, что 99,9% терминалов в России, они используют 3D-секьюр для проверки платежа и какой-то иной контур безопасности, это не означает, что где-то там, в Соединенных Штатах, нельзя завести себе экваринг и притащить его потом сюда, здесь, в Россию, с терминалом для того, чтобы списывать деньги без такого рода акцепта. Очень быстро это все снимается, в течение 10 минут, пока человек не успел заблокировать. Правда, конечно, изменились и возможности полиции. Нет у вас методов против Коти Топрыкина. В 21 веке Жеглову не пришлось бы идти на сделку совестью. Видеозаписи из камер, которые установлены в общественном транспорте, вполне бы хватило для того, чтобы вычислить карманника. Сегодня полиция так и работает. Смотрят видеозаписи, просматривают. И эти лица, которые, они где-то попадаются в разных видеозаписях. И идет анализ. Соответственно, постепенно их пытаются как-то вычислить. Если они вычисляются, идет за ними уже наблюдение. Разумеется, ведется поиск и с помощью данных биллинга сотовых операторов. Сейчас из него можно не только установить контакты человека, но и местоположение. Обычно в случае задержания и расследования выясняется. За каждым преступником не одна кража. Работают ведь по всему городу, меняя районы. Как нам рассказали, есть даже конкуренция. Есть же еще гастролеры, которые приезжают периодически, допустим, в летний период. В летний период очень много гастролеров. Соответственно, они там приезжают с разных городов. И здесь, так скажем, работают, когда здесь наплыв туристов всяких там, праздников и так далее. Оперативники напоминают, победить карманника можно только заранее, не привлекая его ошибками. Держать сумку строго спереди, прижимать к себе и не отправлять телефоны в задний карман, увлекаясь пейзажами вокруг. Обнаружить вора во время работы почти невозможно. Это секунды. А вот на его поиски уйдет намного больше времени. Александр Буренин, Петр Калядин. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Дальше нас ждет встреча с великими. Всеволод Мирхольд и премьера в Александринском театре. А еще окунемся в атмосферу Володинского фестиваля. В этом году он юбилейный. Через две минуты не переключайтесь. Мирхольд. Чужой театр. Премьера в Александринском театре в год 150-летия. Со дня рождения великие режиссеры, реформатор возвращается на сцену Александринки в одном из самых трагических эпизодов своей жизни. Валерий Фокин поставил спектакль, который почти документально восстанавливает события декабря 1937 года, когда после разгромной статьи в газете «Правда» на общем собрании коллектива Мирхольдовского театра коллеги, ученики публично осудили мастера, после чего театр был расформирован. Текст постановки основан на стенограмме этого собрания. Впрочем, режиссер Валерий Фокин не стремится сделать документальную драму, скорее театральную фантазию, которая перемежается воспоминаниями, сценами Мирхольдовских репетиций и в конечном итоге настраивает зрителя на размышления о вечных вопросах, взаимоотношениях художника и власти, проблеме выбора между свободой творчества и требованиями времени. Жизненно важный выбор. Мирхольд его сделал и был расстрелян в феврале 1940 года. Если бы он захотел, конечно бы он освоил метод соцреализма элементарно. Если бы захотел, но он не мог это сделать. Не мог сделать, во-первых, как он сам это говорил, когда его Михаил Чехов спросил в 29-м году, после триумфальных гастролей в Европе, зачем вы возвращаетесь, разве вы не понимаете, что с вами будет? Нет, вас же арестуют. Он ответил, я вернусь обязательно, я еду назад из честности. Вот природа его была такова, что он приспособиться не мог. Схитрить, как многие это сделали, между прочим, очень талантливые и крупные люди, и выжили в результате. Но он не мог. Но еще его культура, его понимание художественного противоречило вот этим, так сказать, требованиям. Петербург, как считает Валерий Фокин, играет особую роль в судьбе и творчестве Всеволода Мирхольда. Именно здесь сформировались его эстетические и духовные воззрения. В петербургских императорских театрах Мирхольд работал около 10 лет, до 1918 года, и поставил примерно три десятка спектаклей. Весь нынешний сезон Александринский театр посвящает памяти Всеволода Мирхольда. Володинский фестиваль – еще одно значимое событие в культурном пространстве Петербурга. Возникший 20 лет назад как отклик на потерю великого драматурга Александра Володина, фестиваль со временем стал территорией творческого переосмысления его наследия. Сейчас уже не обязательно иметь в афише фамилию Володина. Главное – чувствовать особую володинскую интонацию и уметь передать ее зрителю. Мы все прекрасно знаем, о чем идет речь. Достаточно вспомнить экранизации «Осенний марафон», «Пять вечеров», «Старшая сестра», «С любимыми не расставайтесь». Время героев володинских пьес не проходит. Это ищущие, страдающие, непрекаянные люди, и в то же время рефлексирующие и очень глубокие. Таким вспоминают и самого Володина, те, кто его знал. Совсем не советский, советский драматург, сказавший однажды о нас всех что-то очень важное. То, что до сих пор вызывает отклик и желание поиска самого себя в жизни и на сцене. Евгений Соловьев продолжит. Растерянный, несуразный, перманентно рефлексирующий «Простите, простите, простите меня». Таким его увидит тот, кто не дослушает до конца его бесконечное «Извините». И никогда не поймет, почему человек, прошедший войну, имевший осколок в груди и послуженную награду, пишет не о войне, а о людях. О людях, по большому счету, несчастных, в которых многие, шагавшие с троем в ногу, вдруг увидели такого несоветского героя. И также вдруг начали ему сопереживать. Он писал о себе и про каждого из своих. Говорил это про меня. Он был искренним и открытым, влюблялся в собеседника без предисловий и исповедовался без страха быть осужденным. Сразу устремительно, он без всяких наты, сразу в душу и свою душу нараспашку. И вот мы стояли с ним разговаривать, и он как-то сразу рассказал все. Как он живет, куда ходит, как его ругает жена за то, что он не туда ходит. Как он как-то отстает от жизни, не справляется. Вот такая маска, такого растерзанного интеллигента. Сила в нем была. То есть гению дается и судьба тяжелая, и силы ее преодолеть. И все это изобразить в искусстве. Его по праву считают создателем нового направления в советской драматургии. За его пьесы и сценарии буквально сражались ведущие театры страны и кинорежиссеры. А критики потеряются, если начнут искать ему место в истории среди великих писателей. Мольер был тоже окном в мир в своих произведениях. Вроде бы говорилось о каких-то веселых, смешных, нелепых вещах, понимаете. А в результате оказывалось, что это удары были в самые болезненные точки. Вот у Володина то же самое. Совершенно у него нет промахов. Разъять его талант невозможно, но те, кто знал его близко, говорят, что созданные ему образы столь искренни, потому что прорастали сквозь личные переживания и трагедии. Несчастье его искали. Чуть ли не сам он их искал. Сам многое сделал, о чем потом жалел. Вот. И все это превращалось в осенний марафон, который бы он при благополучной жизни не написал бы. От меня-то что тебе надо? Дали, переводи. Но я не хочу, чтобы ты это считал свинством с моей стороны. Бузыкин, мне это очень важно. Ладно, это не свинство. Конечно, он принял себя в жертву своим произведением. А иначе нельзя. Если не сваришься в супе, то суп будет ненаваристый. Председатель Петербургского союза писателей Валерий Попов говорит, что именно Володин, тот самый человек, с именем которого новое дыхание обретет театральная драматургия. И у этой теории появилось много последователей. Их стараниями в Петербурге появился фестиваль «Пять вечеров», который в этом году театр на Литейном принимает в 20-й раз. Чтобы с порога насытить вдумчивого зрителя духом времени, он начинается не с вешалки, а с ретро-территории общественного питания с условным названием «Уклавы». Прай здесь в прямом смысле копеечный. Этот факт каждый фестивальный вечер привлекает не только театралов, но и нумизматов. Советский буфет – давняя традиция володинских пяти вечеров. Томатный сок и менделеевская вода из граненых стаканов кильков и бычки в томатном соусе за таким колоритом, как видите, многие готовы поставить в очередь и даже несут советские рубли. Но отдельного внимания заслуживает не только париадокцин, но и, безусловно, сама хозяйка советского общепита. Гортовки – мелочь. Да мелочи – нашего вода. А что вы не поймете тогда, женщина? Барышня за стойкой в белом чипце и платье в горох пронзительно, как бензопила щедро сыпает посетителей фразами из разряда «Вас много, я одна» и на всякий случай держит под рукой табличку «Ушла на базу». Но этот тот редкий случай, когда у зрителей и у актеров маленького спектакля роль «Кушать подано» вызывает улыбку, а не оторопь. Могу сказать, что даже очень многие зрители приходят на фестиваль и приносят советские деньги для того, чтобы заплатить, как это было в их юности, молодости. В зале после третьего звонка нет свободных мест. Это, если угодно, тоже традиция. 20-й юбилейные «Пять вечеров» открывает спектакль еврейского театра «Шалом» по пьесе Эфраима Савеллы «Моня Цацкес. Знаменосец». «Дай мне пожар твою мужественную руку». «Ух ты, минуток». Фестиваль идет 20 лет без перерыва. В какой-то отрезок времени организаторы заявили, что нести свой крест принуждения к Володину не осталось сил, но, слава богу, не отказались от своей миссии. А это именно миссия. Ведь профессиональное сообщество актеров, режиссеров, драматургов собирается под знаменами растерзанного интеллигента. Это не на модное дефиле, а чтобы создавать новые смыслы в атмосфере бережного отношения к прошлому и посвятить их настоящему, Володинскому. Тому, что помогает человеку сохранить себя в предлагаемых обстоятельствах разных исторических периодов, выжить и остаться человеком. А просто это очень многим близко, потому что у очень многих такие же недостатки. Вот если прочитаете, если я достану где-нибудь, там, значит, все время, в чем я виноват. Я судьей себе стал, палачом. Что ни день, то хозню себя заново. А тогда было все нипочем. Вот за это несу наказание. Евгений Соловьев, Александр Скоков, Кирилл Максимов, Александр Аксенов, Юлия Копралова и Александр Макаренко. Итоги недели. Телеканал «Санкт-Петербург». Из-за усиления мороза в Петербурге вновь объявлен желтый уровень погодной опасности. По информации Росгидрометцентра, с часа ночи до 8 утра 11 февраля столбики термометров могут упасть ниже отметки в 20 градусов. Впрочем, под влиянием антициклона мороз отступит очень быстро. Завтра днем уже не больше 10 градусов. Минус 6 в понедельник, 4 во вторник и дальше, вплоть до пятницы, столбик термометра днем будет держаться на отметке минус 3 градуса. Это все на сегодня. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.